Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас ремонт стеклоподъемника водительской двери. Значит что у нас происходит? У нас при опускании и поднимании стекла происходит закусывание с левой стороны. То есть стекло перекашивается на автоматическом подъеме, доходит до определенной точки и начинает там например опускаться назад, либо подниматься при опускании наверх. Будем исправлять. Значит были прикуплены сразу же так называемые косточки. Вот эта вот косточка вольвовская и вот эта косточка GP, G-Parts. Захотелось мне сделать такой эксперимент, но видно сразу что вольвовская вся такая ровненькая, G-Parts хоть и блестящая, но кривенькая такая вся. Но посмотрим как они будут ходить, потому что GP стоит 70 с чем-то там рублей, не помню. Вольво 400 с чем-то рублей вот эта кость. Поставим, попробуем поставить их обе, обслужить направляющие стекла, ну и будем смотреть, наблюдать как они будут ходить в будущем. Для того чтобы попасть нам внутрь и добраться до стеклоподъемника, необходимо снять пистоны по периметру и сняв заглушку, выкрутить торкс, который держит карту. Все затем снимается и мы добираемся до окошка одного и до окошка второго, а дальше будем смотреть, будет получаться. Так поменять поменяем, так не будет. Ну что ж, не хотелось бы очень высверливать здесь заклепки и снимать механизм. В общем будем стараться сделать так, без высверливаний. Опускаем стекло примерно на середину. Вот оно заклинило. Помогаем руками. И дальше оно идет нормально. Берем тонкую отверточку и утапливаем фиксаторы вовнутрь. Вытаскиваем пистоны. При помощи пластмассовой лопатки вытаскиваем декоративную заглушку и добираемся до торкса. Выдергиваем рамку ручки. Снимаем карту. Теперь необходимо отсоединить фишки. И вот наши косточки с задубевшей смазкой. Реально задубевшей. Фиксатор, вот он ржавый, стоял вот так вот. То есть он защелкнут до конца не был. Косточка здесь стоит какая-то, я даже не знаю откуда она такая. Вот настоящая косточка. И вот косточка, которая стоит. Сейчас необходимо все здесь вычистить, вымыть. Поставлю новую косточку и положу смазочку. Да, стоял элемент совершенно другой. Не с этой машины какой-то заменитель поставили. Я слышал, что подходит от других. Даже от немцев там что-то подходит сюда к нам. Но лучше уж, пускай стоит свое родное. Я залезу, посмотрю, если с той стороны стоит своя родная косточка. Может быть ее и не буду. Я на 99% уверен, что клин происходил вот из-за этой балды, которая даже толще. И естественно она подклинивала здесь очень сильно. Жарь, конечно, что так делают. Ладно, вымываем и устанавливаем родную косточку. С бензином возиться не хочу, поэтому айтспирит. Сам шарнир у нас очень ржавый. Сейчас я его хочу пройтись наждачкой. Потом смажу и буду уже вставлять. Но вообще не хочет вставать. Смазку буду использовать Castrol LMX. Смазку буду использовать Castrol LMX. Смазку буду использовать Castrol LMX. с этой стороны мне косточке не подобраться. Либо высверливать и снимать механизм, либо высверливать опять же на заклепках стоящий динамик. И может быть тогда можно будет подобраться. Но мне не хотелось бы портить заклепки пока. Дверь не дребезжит. Все здесь очень плотно. Тем более, что после замены вот этой косточки и смазки, там я тоже сейчас заложил смазки, дотянулся как можно туда поглубже прямо. Думаю, что пока оставлю так. Помимо смазки, которую я заложил в подъемный механизм с косточками, я хочу поднять стекло и пролить силиконовой смазкой сами направляющие, в которых она уходит. Здесь они вот очень пыльные и грязные. Попробую пролить. И также пролить вот эти боковые. Как-то была машина, и стекло в ней просто не поднималось и не опускалось. Еле-еле. С таким натягом ужасным. Но хозяин не захотел вскрывать и лезть сюда. И я просто, опустив стекло, пролил это. И представьте себе, оно стало подниматься и опускаться. И еще там больше года хозяин ездил, пока уже не полез сюда. И оно поднималось и опускалось, это стекло. Сейчас я хочу сделать то же самое. Поднимаю стекло, проливаю направляющие, опускаю стекло и проливаю верхние направляющие. Все это подсыхает. Пускай пока буду собирать. Ну вот так вот. На стекло довольно-таки бодро поднимается. Это, конечно, радует. Ну вот, довольно-таки обильно я пролил. Сейчас пусть вот так все это и стоит, пока я соберу карту двери. Потом стеклышко опустим и прольем вверх. Пускай этот пролив. Пускай этот пролив. Продолжение следует... Не надо бояться, что силиконовая смазка куда-то попадет на лакокрасочное покрытие, либо на пластик. Она легко отмывается и никакого вреда не наносит ни лаку, ни пластику. Оставляем еще на 5 минут в таком положении в открытом стекло, чтобы пропиталось и подсохло. И после этого можем спокойно пользоваться стеклоподъемником. Ну вот хочу показать вам. Вот то, что слева стояло, то, что справа, по идее, должно стоять. Была заменена мной только одна косточка. До второй мне не добраться. Да и после того, как я увидел работу окна, смысла туда лезть больше нет. Ничего нигде не зацепляет. Ровный такой подъем. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за то, что были со мной. Легких-легких вам ремонтов. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»